Сергея Андреяку называют возрождающим многослойную акварельную живопись. В этой технике выполнены все его работы, представленные на выставке. Здесь и зарубежная серия картин, привезенная из Европы, и городские и сельские пейзажи, и натюрморты, и интерьеры. Свою творческую деятельность Сергей Николаевич Андреяка начинал с работы масляными красками, гуашью, темперой. Но его любимой техникой всегда оставалась акварельная живопись. Продолжая начинание своих прославленных предшественников Брюлова, Саврасова, Врубеля, художник бережно сохраняет и развивает в своем творчестве традиции классической многослойной живописи. Прием многослойности используется и в работе с маслом, но специфика прозрачной акварели помогает добиться насыщенности произведения воздухом и светом. Внешне они отличаются яркостью. То есть, если работают старые мастеры, то они тусклые, немножко серые по тональности. А здесь все картины яркие, красочные, и художник хочет показать именно яркую сторону этих красок. Мастерство владения уникальной техникой и позволило художнику создать такие несвойственные акварели произведения больших форматов. Почти все работы выполнены без предварительных карандашных набросков. С помощью очень прозрачной акварельной краски, разведенной в большом количестве воды, он делает небольшой набросочек на бумаге, потом уже по нему начинает рисовать акварельными красками. Многослойная живопись – это еще и масса затраченного времени. Ждать просыхания слоев на пленэре неудобно, поэтому зарисовки художник делает предварительно карандашом, где-то подписывает цвета. Главную же работу воспроизводит уже в мастерской по наброскам и памяти. Это, наверное, тот художник, который достойно представляет русское реалистическое искусство, которое на сегодняшний день, мне кажется, любят все. С открытием выставки стартуют и мастер-классы, которые проведут сотрудники музея ИЗО по провезенным вместе с выставкой видеоматериалам художника. В мае Сергей Андреяко планирует приехать в Орел и провести свой мастер-класс, на котором и продемонстрирует уникальную технику.